Вора в законе и список Форбс. По информации МВД России, сейчас статус вора в законе имеет 184 человека, что в наши дни означает корона для ее носителей. Очень разные вещи, от банальной уголовщины до руководства отраслями теневой экономики с миллиардными оборотами. Вора в законе минус одна из самых закрытых и загадочных глав современной российской истории. Родившись вместе с советской властью, они благополучно пережили войны, чистки, бескомпромиссную борьбу с криминалом. И, наконец, саму советскую власть. Ушли в небытие герои криминальных войн 90-х годов, власть и крупный бизнес разделили влияние над самыми прибыльными сферами экономики, а воры в законе сохранили за собой не только корону, но и финансовые могущества. Сегодня их защищают те же адвокаты, услугами которых пользуются миллиардеры из списка Forbes, их имена все чаще появляются рядом со словом «власть». Цена короны. По информации МВД России, в наши дни статусом вора в законе обладают 184 человека. По неофициальной информации, их число в несколько раз выше. Некоторые эксперты называют число в полторы тысячи человек, но правда находится где-то посередине. Реально несколько сотен человек только называют себя ворами в законе, но не обладают этим статусом. Для кого-то это возможность потешить нездоровые амбиции, для кого-то возможность урвать кусок от тех денежных потоков, которые традиционно контролируют воры. Правда, такое самозванство может закончиться очень плохо. Даже за незаслуженную воровскую татуировку ее обладатели могут опустить или убить на зоне. Да и на воле участь таких самопровозглашенных воров практически предрешена. Впрочем, воровской мир подвержен тем же изменениям, что и светское общество и государство. Еще в середине 80-х криминальный мир начал коммерциализироваться. В результате воровскую корону стало возможным купить за деньги. И если раньше, для того чтобы достигнуть положения вора в законе, нужно было пройти многолетнюю тюремную и лагерную школу, получить неформальный авторитет в уголовном мире, то теперь практически любой желающий может за деньги стать вором в законе. Это стало особенно популярно у выходцев из Кавказских республик. Директора рынков, заведующие магазинами, торговцы охотно покупали воровскую корону для себя и своих детей. Так в воровской обиход вошли понятия лаврушники и апельсины. Этими словами называли новоявленных воров в законе, чаше всего выходцев из Грузии. Многие из них даже не имели судимостей, никогда не сидели и были обязаны своим статусом исключительно деньгам. Срастание криминальных понятий, денег и власти начало происходить в Советском Союзе еще задолго до его распада. И во многом предопределило те процессы, которые пожинает Россия сегодня. Так, в 1979 году во время воровской сходки в Кисловодске был оформлен союз между ворами в законе и цеховиками, подпольными предпринимателями, которые обязались выплачивать для преступного сообщества 10% от своих доходов. В 1982 году в Тбилиси состоялась еще одна очень важная сходка, на которую воры в законе собрались, чтобы обсудить, будут ли они внедряться во власть. В то время для этого уже существовали определенные предпосылки. Коррупция охватывала государственные органы все более и более. Спустя 4 года этот вопрос был поднят снова. Против выступил один из самых уважаемых воров в законе – Вася Бриллиант. Он отстаивал положение воровского закона, согласно которому никакого сотрудничества с властями быть не должно. Против позиции Бриллианта выступили грузинские воры. Но определенного решения по этому вопросу не было принято. Вскоре один из известнейших воров в законе грузинской национальности Джаба Иосилиани стал одним из ближайших помощников будущего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, а впоследствии этот вор в законе стал и министром обороны независимой Грузии. Воры в законе стали настолько популярны в Грузии, что во время одного из опросов школьников 25% из них указали, что хотели бы тоже стать ворами в законе. Новый воровской порядок. По данным МВД, сегодня на территории России действует около 480 преступных группировок. Речь идет о хорошо организованных и многочисленных преступных сообществах. На их фоне новейшие криминальные авторитеты склонны утверждать, что воры в законе утратили свое могущество и влияние в криминальном мире. Но это утверждение, по меньшей мере, имеет весьма поверхностный характер. Российские тюрьмы и зоны – это кузница кадров преступного мира и огромный котел, через который проходят сотни тысяч людей. Они до сих пор находятся под неформальной властью воров в законе. Здесь они имеют исключительную власть и влияние, могут вербовать новых подопечных и плести паутину связей, которая охватывает огромные пространства и все слои общества. Похороны воров в законе – лучшая иллюстрация того, насколько глубоко и широко раскинуты их сети. На каждую такую тризну собираются актеры, журналисты, банкиры, политики. Приезжают многочисленные делегации из Европы, США, Израиля. Могила Атарик в Антришвиле на Ваганьковском кладбище Москвы поражает своим великолепием и размерами. Там никогда не вянут живые цветы. В Соликанске, где в легендарной тюрьме белый лебедь умер, уже упоминавшийся вор в особо бриллиант, на местном кладбище ему воздвигнут настоящий мемориал. Неизменными остаются те сферы влияния, которые традиционно контролировали воры в законе и которые питают криминальное сообщество, игорный бизнес, проституция, наркотики, автосервис, гостиничный и ресторанный бизнес. Воры в законе по-прежнему являются хранителями и распорядителями так называемых воровских общаков. Их доходная часть формируется из части криминальных доходов организованных преступных группировок, отдельных преступников, сбытчиков наркотиков, барыг, карманных воров, мошенников и тому подобное. Туда поступают так называемые криминальные налоги, выплачиваемые коммерческими структурами за обеспечение крыши, разовые выплаты части теневых доходов предпринимателями, не обеспеченными криминальной крышей, доходы от собственной предпринимательской деятельности. Здесь же, вознаграждение за оказание содействия различным категориям дельцов теневой экономики в отмывании грязных денег и ДР. И сегодня бюджеты таких воровских банков могут конкурировать не только с активами настоящих банков, но и реально являются таковыми. Некоторые из известных воров в законе сегодня вполне официально входят в советы директоров крупных финансовых корпораций и занимают кресла руководителей городов и регионов. Является ли такая метаморфоза свидетельством их исправления? Или, наоборот, свидетельством того, что власти общества потерпели сокрушительное поражение перед системой, основанной на неформальном авторитете, беспрекословном соблюдении неписанных законов и жестком карательном кодексе. Воров в законе по-прежнему играет непосредственную роль в формировании кадрового состава преступных сообществ. Так, дальневосточный вор в законе Джем, настоящее имя Евгений Васин, в очередной раз освободившийся с колонии, создал на воле воспитательные лагеря для беспризорников и трудных подростков. Воры и бизнес Современные воры в законе практически не придерживаются старых воровских правил, не иметь семью, не иметь собственного жилья, не иметь богатства и предметов роскоши. Эти правила нарушаются практически повсеместно. От старых воровских законов, если посмотреть внимательно, вообще мало что осталось. Согласно им, вор в законе не имеет права работать, свое проживание должен обеспечивать только за счет преступной деятельности. Вор должен оказывать всемирную поддержку другим ворам, он не должен быть болтливым, то есть сообщать информацию сообщникам относительно каких-либо дел можно только в очень конфиденциальной обстановке. Вор должен участвовать в сходках для разрешения конфликтов между ворами и в случае установления его вины беспрекословно принимать наказание, определенное сходкой. Также вор обязан хорошо знать криминальную субкультуру, феню, жесты, наколки, не играть в карты, если нет денег, покровительствовать молодым преступникам, исполнять все обязательства, взятые перед другими ворами, и так далее. Непременным условием для получения высокого статуса вора в законе всегда было наличие неоднократных судимостей, богатый подтвержденный опыт лагерной жизни. Теперь вора в законе и кандидаты на это место в криминальной иерархии сами стараются не совершать криминальных деяний и тщательно маскируют криминальный образ жизни. Основная функция современных воров в законе – это решение организационных вопросов, раздел сфер влияния, курирование деятельности преступных группировок. Такое положение вещей сделало возможным даже сотрудничество с органами правопорядка, если это выгодно преступному сообществу.